Всем привет и добро пожаловать на мой канал, я Наташа, сегодня мы с вами продолжим играть в Мунусу Мэднес и посмотрим, что нам преподнесет сегодняшняя серия. Я уже начала заговариваться, потому что мне страшно, надеюсь, что вам тоже поехали. В прошлый раз мы остановились с вами на том, что нужно было сделать эту штуку, я провела, не знаю, что это мне даст, но я смогла дойти вот эту взломалую штуку, мы посмотрели с вами компьютер, и осталась вот эта предпоследняя фигня. Я, вроде бы, поняла, ух ты, ёпта, нифига себе, мне нужно 9 подать энергии, о, тут еще и математика началась, вот это, конечно, весело, ну, окей, хорошо, давайте, значит, я думаю, что проще начать, наверное, вот так повести через 2, то есть у нас будет 2, вот, вот как-то вот так, наверное, хотя нет, оно так не работает, значит, надо вести через верх, вот так, 9, 9, нет, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, все, идеально, нет? По-моему, я была волшебна, нет? Ну, но она же, она же работала, подключить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. I don't understand, I don't understand you. Ну, вот же, вот, 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 ну. Я же все сделала. Или нет, что-то тебе не нравится, но тут, как бы, других-то вариантов и нет. Так, ну, тут вот, я все сделала. О май гад. Возможно, это мне придется вырезать, потому что, ну, это, очевидно, это тупо. Ну, а как же иначе? Может быть, попробовать запитать как-то через вот эту, но... Нет. Три. А ты не крутишься, нет? А, это замкнутая штучка. Ах, вот так. Окей, окей, я, я не поняла. Откровенно, ни хрена не поняла. Ну, ну, окей, значит, моя математика была не так уж хороша, не так уж хороша, но бывает. Необходима калибровка, нет сигнала. А как ее калибровать? Идет сканирование. А, ну мне надо тупо, тупо на соточку, да, поднять? Что надо делать? А, я кручу тарелку. Вау. Уловим ли мы с вами что-то или нет? Вот в чем вопрос. Но оно поначалу было, а потом что-то как-то через жепь. Нам надо вернуть в другую сторону. Сейчас все будет. Сейчас мы сделаем то, что надо. Надо было опустить. Давайте ее опустим. Сначала ищем здесь. Нет, это я ухожу. Это я ухожу. Наверное, вот это рыскание мне показывает. Или это градус? Это градус. Как сложно. Я не понимаю, как это сделать. В первый раз все было гораздо лучше. Какая-то охота на ведьм началась у меня. Вот это, конечно, очень веселый момент. Привет, я в шоке. Опа. Опа. 50. 52, 53. Потихоньку. Я нащупала. Опа. Пользуемся рацией. Эй, кто-нибудь меня слышит? Йоу. Связь заблокирована. Ваша попытка нарушить протокол Инвиктус и связаться с землей была зарегистрирована. В случае чрезвычайной ситуации свяжитесь с руководителем вашей группы. Ах ты, мразь. Капитан Уилкос. Доктор Волкова. Доктор Ван Бюрен. Но никто тебе не ответил. Связь заблокирована. Ваша попытка нарушить протокол Инвиктус. Ну, то же самое, короче, баба это говорит. Она упорно не дает мне разговаривать ни с кем. Ну же, ответьте кто-нибудь. Пожалуйста. No. 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 Просто нет. А. Может, надо до сотки попробовать? Довести. Как вы думаете? Может, правда, до сотки попытаться? Так. Стоп. 76. 77. Вилкокс. Доктор Ван Бюрен. Может, она хочет, чтобы я что-то сделала на компьютере? А, нет питания у компьютера. Переговорный модуль. По соображениям безопасности транслируемые сигналы шифруются. Используя схему расшифровку для того, чтобы умножить сигналы, повернуть тарелку через соединение... А-а-а. А-а-а. Я вас понял. Ёперный. Ну, это же так сложно. Короче. Смотрите. Мы сюда заходим. Мы же с вами выписали. Значит, нам нужно 140, 61. А, там, наверное... Так. Ещё раз. А, 140. Это, наверное, вот эта штука. Да, здесь у нас... Здесь 60. Тут 60. 60. 60. Так. Вот, 60. И 140. Крутим на 140. Если тут такое вообще возможно. Да, возможно. Эти цифры мы с вами видели на компьютере. Так, 140. Прямо ровно будет. Теперь воспользуемся рацией. На этой никто не отвечает. Потом у нас шло... 12.78. Значит, 12 это здесь. Здесь опускаемся до 12. Это будет очень долго. Очень долго и непонятно. Оп, вернись назад. Так. Вот, 12. И теперь нужно на 78 поднять. Во, видите, видите, видите. Логика, она работает иногда. 4, 5, 6. Вот, 78. Попытаемся здесь поговорить. Хорошо. Минус 158. Вот здесь. Это нужно поворачивать. И получается, в эту сторону. Я так понимаю, что на каком-то из этих каналов мы сможем с кем-то поговорить. Скорее всего. У нас дальше идет минус 158. 43. Да уж. Безудержное веселье. Минус 5. Вот, минус 158. На нуля и все встану. На ноль, я сказала. Вот. И здесь у нас 43. Опускаем до 43 градусов. Оп. У меня такое ощущение, что здесь прям заработает. О! Стопроцентный сигнал. Уилкокс. Доктор Волкова. Доктор Ван Бюрин. Все по местам. Призем. О, черт. Капитан Уилкласс. Где вы? Чего-то. Доктор Ньюхард? Слышите меня? Какая-то тварь бродит по станции. Первопроходится. Альфа. Не возвращайтесь на базу. Повторяю. Не возвращайтесь. Я вас не слышу. Средь прерывается. Мы на базе. Нужно обследовать. Нет, 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 нет. Капитан Уилкласс. Уилкласс. Нет. Давайте мы не будем возвращаться туда. Ну, пожадя. Сейчас, смотрите. Я выхожу. И я встречу сейчас дружочка-пирожочка, который ходил здесь с прошлой серии. Вот этот космонавт непонятный. Надо мне закачать кислород. Хотя тут, в принципе, у меня его дохрена. Тишина. Даже помех нет. Но они живы. Кто-то еще жив. Я знаю, кто жив. Инна жива. Она там бегает. Красивая такая. Существа из пыли. Называется голова. Ну, знаете ли. Существа не существа. Но я мудрый человеченка. Нет, нет, нет. Перестань. Что за черт? О, черт. Мы падаем? Охренеть. Там были дядьки, вы видели? Все? А что, все? Похоже, единственный путь это прыгать. Охренеть. Да не будет больно, мы же тут это, как она называется, это, гравитация и всякое такое, она немножко другая. Ну, что-то какое-то дерьмо откровенно. Как же они меня бесят, они меня пугают. Они конченые, они смотрят на меня, и мне страшно. Так, а куда идти, я не помню, но, наверное, я правильно иду. Че меня так аматозит-то? Лучше б я не поворачивалась, лучше б я не поворачивалась. Подождите, я как загнанная мышка. Наверное, сюда. Ёперный бабай. Опять прыгать? Ёперный. Существа из пыли, это точно зеленые челопучки. Слышь, 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 не надо, подумай, подумай. Я через такую жопу прошла, что, знаете ли, и вас переживу. Всех. Ходят они за мной. Ух, стрёмно-то как. Куда дальше-то? До вездехода мне надо добраться. А где этот сраный вездеход? Его сейчас небось угнали, пацаны. Спорим? Кислорода засунь себе, а то высосали весь от страху, от страху высоснули. Блин, как же я не хочу на эту сраную базу. Нет питания! Ёп твою! Ну прыгай, а чё пох? Нормально, чё, живём? Жив, пацан? Нормально, не надо так сусолить тебя. Прыгай, и всё. Нам надо свалить отсюда. Человечки не дремлют. Ёп твою мать, пошли в жопу, человечки. Где моя машина? Что? Я оставил микро здесь, я же помню. Так, так, стоп! 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 Бежись поближе к свету. Так, я на свете. Что за хрень тут происходит? А, мне, наверное, надо идти. Всё, я понял. Это был намёк. Это был вот этот намёк. Всё, хорошо. Пошли по свету. Тихо, тихо, давай. Мы сможем, мы сможем, мы сможем, мы сможем. Молодца. Ты меня так просто, тварь, не возьмёшь. А где дальше-то свет? Ага, вижу. Ну, побежали. Интересно. Ну, это, я думаю, у него что-то с головкой не в порядке. Ну, потому что, ну, а как иначе? Типа, а чё? Что-то с ним не так. Мама у него была волшебная, и сын тоже в ту же степь пошёл. Волшебную. Волшебная страна. Маленькая. Не надо, не трогай меня. Она всё сильнее и сильнее. Мне не хватает места. Сейчас нам надо привести себя в форму, а то он у меня это такой уже. Ничего. Главное бежать. Вот тут, конечно, длинная дистанция. Возможно, я не добегу. Сучка. Она реально, она всё больше и больше. Она прям поглощает меня. У меня такое ощущение, что она... Ни хрена. А чё так далеко осталось? Бибика. Вот он. Да-да-да, он сейчас уедет. Сто процентов он сейчас уедет. Отвечаю. Вернуться вездеход. Ладно. Ну, давайте здесь, чтобы кто-то меня встретил, нет? Ой, бляха, муха. Ёх твою мать. Да быстрее закрывайся, там дядьки смотрятся. Заходи. Заходи, да глупый. Заходи быстрее. Ехай. Ехай, они там едут. Они за нами едут. Идут скафандры. Человек, а скафандры идут. Поехали отсюда. Ехай, ехай. Да едь, ты дурак. Всё. Уехали. Я теперь не знаю даже, где безопаснее. Но тут мне определенно нравится больше, потому что тут я могу хотя бы это, поле там в ополе убежать, в ополе березу найти, в общем, всякое такое из этой категории. По крайней мере. А вот в загнутом пространстве на вот этих кораблях всех это всегда для меня вечная проблема, потому что там ты просто не знаешь, куда бежать. А ещё с моим топографическим этим кретинизмом, это фиаско автоматически. Ну ладно, мы сбежали, и серия началась достаточно вроде бы нормально и эпично, даже несмотря на то, что я разгадывал эту штуку. Так, Декланд, чё-то мне пытается говорить, смутная угроза. Шейн, о, чёрт, Шейн, ты жив? Первая хорошая новость за этот день. Декланд, на базе кто-то есть, это какой-то пришелец, чудовище. Мы в курсе. Лукас сказал, это как-то связано с исследованием Волковой, так что вряд ли нам сойдет Нобелевка за первый контакт. Вы видели? Шейн, у нас тут ЧП, на ЧП. Боже мой, я не хотел в это верить. Я нарезе ходишь с Джози, направляемся к месту крушения, будем искать выживших. Лукас вызвался остаться на базе, все еще хуже, чем могло быть. Мангровое дерево, его корни повсюду. Он тут все заполон... А, они тут все заполонили. Хорошо, что я могу сделать? Лукас говорит, что знает, что происходит и как все это остановить. Найди Лукаса и помоги ему. Он должен быть в лаборатории. Бле, хамуха. Я рад, что ты жив, приятель. А, хренеть. Это мне сейчас найти надо Лукаса в лаборатории, да? Пережить очередные приставания Инны. Как же больно мне... Как же больно мне ты делаешь игра. Так, как отсюда выходить-то? Ну, пошли, а что делать? Ну, у меня нет вариантов. У меня нет вариантов. Буду бегать, буду бить. Все равно мне помирить. Ладно, чужого пережили и это говно переживем. Хотя бы я бы, наверное, лучше с чужим бы побегала. Какой-то протокол эвакуации. Тут уже все вообще через жопу пошло, собственно. Чё-то не хочу я туда идти, ну, блин. Ладно, выбора... Ух ты, ёптвою. Ёперный бабай. Лукас, Лукас. Конечно же. Он не отвечает. Ёптвою. Меня не было совсем чуть-чуть. А тут я прихожу, вот эти тентакли, пентакли и всякое вот это вот. Ух ты, ёптвою. Вход в лабораторию, но сипом, он прикрыт полипом. Так, держись, Лукас. Долгого способа избавиться от него. Сейчас тебя полоскает вот эта штучка. Стены трогать нельзя. Окей, не будем. Я и не сильно хочу трогать стены, знаете ли, вот эти вот. Она выглядит жутко и мерзко. Исследовать медблок. Бляха. Чё-то всё хуже и хуже. Ну, давайте просто по стеночке, по стеночке, а там, типа, чё будет, то будет. Если что, я присяду вот здесь и, типа, меня не видно, я стелс. Мне нужно, очевидно, найти то ли нож, то ли какую-то штуку, чтобы колоть. Или резать. Назовём это «собирать урожай». Кодовое слово «собрать урожай». Блин, оно всё хлюпает. Оно так противно хлюпает. Фу. Так вот кто-то мне облизывает ухо. Так, Лукас точно был здесь. Он анализировал образец корней. Всё ещё хуже, чем я ожидал. Естественно, как только я видел, что произошло, то попытался забрать свои записи и создать противоядие. Инна, должно быть, предвидела мои вмешательства, так как, когда я подошёл к дыре, непроходимая корневая система и мясистые поли преградил мне путь. Кажется, это гласисто растение, а почувствовала моё присутствие. Я и два смог выбраться. Тем не менее, после борьбы с одной из лиан в моём ботинке оказался небольшой образец ткани. Анализатор определил временный контрагент, который я немедленно поставил собираться. Лианы становятся всё более агрессивными. Я надеюсь, что инъектор Z серии достаточно прочен, чтобы проколоть корни. Я должен срочно вернуться в лабораторию. Если я не исправлю последствия эксперимента, база может погибнуть вместе со всеми обитателями. Я предупреждал доктора Поволкова о подобном исходе. Её амбиции, свободное от ограничения морали, погубили её. Безограничный потенциал энд патогена затуманил её рассудок. И тогда страстный дух, который составлял основу её личности, проявился в оплате по всей базе в хаотическом переплетении мангровых корней и гнили. Ну да, это Инна. Во всём виновата Инна. Так, я настаивала на соблюдение протоколов. Инна что-то наделала. Инна коза. Так, анализ образца. Это рецепт гербицидов. Ладно, если Лукас решил, что эта штука справится с деревом, попробую повторить ход его действий. Эммм. Как мне это запомнить? Ну, я нарисую, как бы, кружочек. Сколько их здесь? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И центральный. То есть, вот это красный. Красный. И серый рядом. А с другой стороны у нас та же херня. И получается красный. Потом идёт верхний. Серый. Фиолетовый. Серый. И два синеньких. Вроде бы всё понятно. Надеюсь, вот эти цифры не надо запоминать. Надеюсь. Но я чувствую, что мне сюда, видимо, придётся вернуться. Потому что, ну, тут, как бы, выглядит сложно. Журнал этого. Ну, вроде бы, нам это не надо. Давайте вот оставим это здесь. Хорошо. Я не думаю, думаю, что мне не сильно дадут что-либо сейчас сделать здесь в лаборатории. Ну, потому что, ну, не может же быть всё так просто. Прям всё вот в этой кишке. И, наконец-то, молодец. Постаралась на славу, бобёнка. А, типа, всё здесь. А, вот же, создать яд. Вот я глупый. А давайте закроем дверь. Опа, это что? Ты кто? Это какой-то пистолет. А, это инъектор, наверное. Это, наверное, инъектор, который может помочь нам сделать инъекцию в растение. Я видела где-то вот здесь, да, это центрифуга. Так, создать яд, давай. Первый цветочек. У нас, получается, вот тут был красный и серый. Ставить... Нет совместивых предметов. Так, мне нужны реагенты Лукаса. А, вот, вот они, реагент. Всё, я понял. Я просто не увидела, я просто не увидела, что тут ещё есть вот эта вот штука непонятная. Какие-то эти гристогонные, фиг пойми что. Четыре штуки. А куда их ссувать? А, мне нужно, чтобы получились синенькие, да? А нет ли ещё где-то гибрицидов? Вот-вот. Вот-вот. Я тоже это поняла, что нам нужно найти ещё этих гибрицидов. Поэтому я сейчас буду их активно искать. Я думаю, что они должны быть где-то здесь. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Но верится что-то с трудом. Э-э-э, гербициды, гербициды. Where are you? Where are you? Пу-пу-пу. Гербициды, гербициды. Ты-ту-ты-ты-ты. А, вот-вот ещё два штучки. Не заметила. Их не заметила. Они слились с местностью. Вроде бы всё. Брать. Оно порвалось. Оно выпукнуло на меня. Оно сделало мне выпукное лицо. Ещё один. Я прям слепая. Я реально слепая. Я долблюсь в глаза. Вроде бы, надеюсь. Надеюсь, что всё. То я так говорю. Вроде бы всё. Вроде бы всё. А в итоге, что вот получается. Поставить пробирку. Мне нужны пробирки, которые будут полностью. Мне нужно всего лишь четыре вот этих звёздочки. Четыре. Две. Четыре синие, чтобы было с левой стороны. Нет? Или это пазл надо собрать? Я не понимаю. Хорошо. Мне нужно, чтобы у меня здесь получалось две синих. Как мне сделать две синих? Может быть, вот эту? А! Я собираю вот этот цветочек. Я собираю второй цветочек. Для второго цветочка мне нужно, чтобы были две с... Три синенькие с правой стороны. Три синенькие с правой стороны. Три синенькие с правой стороны. Да уж. Сверху, сбоку и посередине надо. Это попадос. Может быть, вот этот? Нет. Давайте вставлю вот этот. А чё смысл-то? Того, что я сейчас делаю. Ну, допустим. Допустим, я вставлю вот этот. Я не понимаю. Надо не всё заполнить? Я просто не понимаю. А если я её вот так поверну? Вот так, допустим. Смотри. Да вот так. И вставлю вот сюда вот так. А, она всё равно вставляется в эту сторону. Ну, может, правда есть смысл всё засунуть сюда? Типа собрать эту цветочку, ромашку вот эту. Ну, попробуем. И теперь мне нужно две присунуть. Вот эти давай. Нет, я что-то сделала не так. Очевидно, очевидно, что всё пошло через жопу. Да. А чё она начала работать-то? Не сработал, да? Я уж поняла. А нельзя всё вытащить, типа? Чё ж я сделала не так? Равномерно распределено. А, ну, понятно. Оно хочет, чтобы я заполнена в Се, собственно. Ну-ка, давай. Я верю, что я смогу. Говно. Вот и непонятно. Или оно мне показывает, что мне нужно сделать точно такую же штуку? Может быть, надо сделать точно такую же штуку? Сейчас попробуем. Надеюсь, у меня получится. Не знаю, это логика, конечно, такая себе, но... Да. Я не понимаю. Так, вот эту сую. Потом. Сую, чтобы... Вот эту, может? Нет, уберите её, пожалуйста. Вот эту. О! Хрена. А ведь почти. Давайте вот эту. Нет. Но я должна в этой серии завершить вот эту штуку, потому что, ну, по-другому никак. А, потом... Нет! Как неудобно! Нет, засунь её обратно! Я почти решила! Скотина! Верни её обратно! Во! Во! Только попробуй мне, скотина, сказать, что это неправильная комбинация. Ты дебил! Я не знаю, что делать! Я не знаю, что делать с этой бедой! Что надо сделать? Я засуну сейчас все банки. Я засуну все банки. Ах ты, козёл! Я поняла! Я ещё должна умудриться из четырёх баночек сложить этот пазл, ёб твою маму! Так. Ну вот сейчас. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Давай, 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 давай! Just do it! Just do it! Just do it! Давай, скажи, это сработало! А! А, я ж хрустнула, что ты в башке! Ау! Ну, я нас поздравляю, у нас теперь есть вакцинка. Деклан, неплохие новости! Лукаса тут нет, но он пытался сдать какой-то яд. Я довёл дело до конца. Можно проверить. У нас тут всё плохо. В основном отравленный металл и другие. Я бы начал вести опись, но это не спасательная операция. Изучение места преступления какое-то. Окей! С гадами мы с вами будем разбираться уже в следующей серии. Пойдём в них тыкать шприцом. Надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что были со мной. И вот так. Вот такая вот получилась у нас серия. Немножко, ну, дотошно с вакциной я не сразу поняла, что мне надо сделать. Но хорошо, что я поняла. Надеюсь, что вы поняли быстрее меня. И вы большие молодцы. Не забывайте подписываться на мой канал. Поддерживайте меня лайками. А мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok